Гандан Датсану, что на проспекте автомобилистов, сегодня не зарастала народная тропа. Сюда устремились все, кто приобрел статуэтку Будды и установил ее на местном алтаре. Девять сотен золотых фигурок сегодня личная собственность верующих в своего рода алтарь в алтаре. Даже если хозяин далеко, его Будда рядом, помогает и оберегает. Мы верим и чувствуем, чтобы нам, детям, помогло. Защита не ослабевает, потому что не умолкают мантры. Здесь, в Гандан Датсане, каждый маленький Будда получает все, что нужно – ежедневные подношения и обязательные молебны. В домашних условиях уделять столько внимания божеству получается не у всех. Ламы, хвораки, тахила, бодхана, яна, уборку, чистят, в общем-то, ухаживают за статуями. И тем самым они накапливают и себе добродетель, и своим близким, и родственникам. И, конечно, владельцам статуэток. Сегодня все они пришли в Датсан лично. Ведь то, чего ждали четыре года, свершилось. Алтарь из тысячи Будд сформирован. Именно по этому поводу большой молебен и большие ожидания. Я хочу Владимирович закончить в однокрасном диплом. И вот за учебу, за успех. Думаю, что для наших внуков, для наших детей, для правнуков, для всех это будет большое событие. Хотела бы, чтобы наш Будда, Будда нашей семьи, который здесь Бог мы приобрели, чтобы Он защищал мою семью, чтобы мои близкие не болели никогда, чтобы в нашем доме был всегда удача, доброта, покой. За благополучие, чтобы войны не было, всегда был мир. Надежды верующих оправданы. На 1008 золотых статуэток, день за днем накапливающих благую карму для своих хозяев, сегодня как бы объединились, а значит, стали еще сильнее. Вот только сила их ничем не поможет человеку с плохими помыслами. Философия Будды направлена только на добро и сострадание. Всем людям присутствующим, всем живым существам было. Они были счастливы, чтобы избавились от страданий, в том числе я и моя семья.